Первый республиканский женский маджлист состоялся в духовно-просветительском центре имени пророка Исы, мир ему. На мероприятии собрались около трех тысяч человек с разных уголков не только республики, но и всей России. О масштабном мероприятии, организованном муфтиятом, смотрите в сюжете наших корреспондентов. О роли женщины в исламе, семье и обществе. В этот знаменательный день все теплые слова ученых-богословов были адресованы прекрасной половине человечества. Их значимости – формирование здорового общества. Мы знаем отцы, мужья, братья, они как гости дома. Они утром выходят и ночью приходят, они месяцами заработка и годами теряются. А вся ноша, воспитание, обеспечение, все оно на ваших плечах. Среди прочего, особенно был оценен вклад женщин в строительство мечети имени пророка Мухаммада. Непосредственно представительницами слабого пола были собраны около 34 миллионов рублей и золото на сумму 6 миллионов. Один прекрасный день мы провели здесь маленький мажорист женский. И эти женщины от имени всех женщин Дагестана взяли на себя финансировать строительство минорета и крыши женской стороне мечети. Сбор – это одно слово, а с какой радостью, это совсем другое. Рассказывали собравшимся и о мечети, о том, как реализуется масштабный проект. Чтобы увидеть процесс воочию и стать частью крупнейшего в Дагестане Маджилиса, сюда съехались верующие даже из других регионов. Я очень хотела увидеть строительство грандиозное, потому что я видела видеоролики, слышала об этом, что Дагестан, не только Дагестан, но и другие люди, люди других городов участвуют в строительстве этого огромного комплекса. И вот мне посчастливилась такая удача, такое счастье побывать здесь, видеть все своими глазами. На мероприятии читали аяты из Корана и исполняли нашиды. Представительницами городов, районов, а также отдельным семьям в знак благодарности были вручены памятные сертификаты от Муфтията Республики. А дети смогли поучаствовать в образовательной викторине с подарками на исламскую тематику. Патима Тханапова, Магомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. Новости 24.